Приветики, вы на канале Дистракт, с вами Дима. Как вы поняли, говорить мы будем про прицелы, но не только про коллиматорные, а еще про голографические. Потому как в самой игре они находятся в рубрике коллиматорных. Тема на самом деле супер обширная, и связано это по большей части с тем, что очень сложно выявить какую-то закономерность. Возможно вы знаете или не знаете, но на разном оружии тот или иной прицел ведет себя по-разному. И далеко не всегда это поддается какой-то логике. Я купил буквально все прицелы в игре и все самое популярное оружие. И начал все это между собой соединять, проверять, стрелять и смотреть, что получается. Некоторые вещи были очевидны, а некоторым вообще нельзя найти какое-либо объяснение. Ролик будет поделен на несколько тем. Вначале я расскажу, какие в принципе есть в игре прицелы, чем они отличаются друг от друга и какие у них есть особенности. После разберем логику выбора прицела. И третий момент, возьмем конкретные калибры, конкретное оружие и разберем с чем, что использовать. Ну и как обычно подведем итоги. Момент первый. Прицелы. В самой игре есть только два разделения. Коллиматорное и компактное коллиматорное. Я же поделил немного детальней. Всеми любимые голографические прицелы. Следующие это те, которые ставятся на ласточкин хвост. Далее коллиматоры, которые напрямую устанавливаются на оружие. Также те, что требуют дополнительного крепления. И на финалочку компактные коллиматорные прицелы. Основная особенность компактных коллиматорных прицелов в том, что они могут использоваться как боковой прицел. А как мы знаем, боковые прицелы в нашей игре сломаны. И даже при нулевой эргономике вы будете целиться куда быстрее. Однако далеко не с каждой пушкой можно адекватно использовать боковой прицел. Но сейчас не об этом. Перед конкретным разбором прицелов ставим лирическую паузу. Скажу две вещи. Ищешь с кем поиграть? Заходи в мой дискорд. Там ребята тебя уже ждут. Также заходи на мой бусте. Где даже за минимальную подписку в 10 рублей ты получишь регулярный контент. В частности, таблицу с серверами для фарма. Где даже расписано, когда и где людей меньше. Также, там тебя ждет куча сборок оружия, которые я постоянно обновляю. Для оптимального поиска контента в ленте читай шапку бусте. В общем, жду тебя. В Escape from Tarkov есть такой неписанный параметр, как плывучесть точки. Он относится ко всем, кроме голографических прицелов. Очень хорошо заметен данный эффект, если прикрепить прицел на цевьё. Где точка при движении может просто уходить с поля видимости и не появляться. Однако, многие коллиматоры болеют этим, даже если установить их на ствольную коробку. Худшее из худших это RMR, MRS, PK-06 и Viver. А вот те, кто наиболее хороши в этом плане, это Delta Point, Aimpoint Micro T1, а также кречет. Кстати, насчет кречета. Это удивительный прицел. Многие его используют, а некоторые даже хвалят. Очень хороший обзор, высокая посадка, из-за чего вспышки мешают меньше. Но это единственный сломанный прицел, который я смог найти. Начнём вести огонь с Delta Point. Как мы видим, пули летят туда, где находится точка. И так у всех прицелов. А теперь кречет. Поначалу спрей идёт точно так же. Где центральная точка, там и пуля. Но где-то в середине спрея начинается такая особенность, что пули летят уже ниже центральной точки. Это не делает прицел радикально плохим. Вы наверняка даже не заметите этого по игре. Но всё же, такая особенность есть. Следующий неписанный параметр, это качество самой точки. Она может быть очень жирной, или какой-нибудь нечёткой, или же просто блеклой. Прицелы с лучшей точкой, по моему мнению. Aimpoint Pro. Маленькая, чёткая точечка. Напоминает ПК-06, в те времена, когда он ещё был хорошим. RMR. Хоть как мы знаем, точка у данного прицела очень плывучая, но при этом она яркая и очень чёткая. Однако, это не делает данный коллиматор хорошим. Micro T1. Великолепная точка, да и прицел в целом тоже. Его главный минус, это лишние детали в виде крутилок справа и сверху. И остался Delta Point. Многим он не нравится исключительно из-за формы этой точки. Но она при этом чёткая и совершенно не плавает. А рамка самого прицела очень тонкая. Потому лично для меня, это лучший коллиматор. Также отмечу, что все голографические прицелы очень хороши в этом параметре. Есть ещё одна вещь, на которую стоит обращать внимание. Перекрываемый обзор. Все голографы в этом плане хреновые. Не спешите кидаться помидорами, чуть позже объясню. Но говоря о коллиматорах, например, Micro H2, у которого в принципе приемлемая точка, но толстезная рамка и есть лишние детали. Но в то же время существует Fast Fire, у которого тонюсенькая рамочка и приемлемая точка. Именно по этому параметру сюда же можно приобщить и Вивер, и МРС, и Кобру. Всё тот же Delta Point и ПК-06. Итого мы имеем три параметра. Плывучесть, качество точки и обзорность. Сбалансированными по всем этим трем параметрам, я считаю следующие прицелы. Среди голографов. Лучшим я считаю Vortex Razor. С ним идеально всё. У него самые тонкие рамки. Отличная точка прицеливания. И просто замечательный обзор. Иотэч XPS3 0. Рамки чуть толще, чем у прошлого, а во всем остальном он отличный. Также есть идентичный ему вариант, только песочный. XPS3 2. Аналогичная версия прошлых двух, но у него зачем-то две точки. Что бывает иногда путает, а это минус. Иотэч Пеппи 3. У него просто жирнючие рамки, а у ПК-120 ужасная точка. Так что их не бери. А теперь коллиматоры. Среди компактных. Лично для меня, Дельта Пойнт лучший среди всех. Отличная обзорность. Точка не плавает. И она чёткая. Да, она треугольная. Но мне это вообще никакой проблемы не составляет. Второй офигенный прицел. Это Фастфайр. Для тех, кто ненавидит треугольники, он наверняка лучший. Замечательный обзор. Точка не плавает. Однако в неё будто бы слегонца плюнули. Буквально вот чуточку. Однако для большинства это не проблема. Аймпоинт Майкро Т1. Блестящая точка. Совершенно не плавает. Маленькая и чёткая. Однако есть толстые рамки и лишние детали. Сиксайр Ромео 4. Перекрывает уже меньше обзора. Точка не плавает. Но она не такая чёткая. Среди обычных коллиматоров особо отмечать некого. По большей части они все ужасны. Разве что всё тот же кречет. Который по всем параметрам хороший. Кроме той особенности, про которую я говорил вам ранее. Кстати, вернёмся к вопросу, почему я считаю голографы так себе по обзорности. Просто покажу вам вот это. Вы даже не представляете сколько раз я из-за этого умирал. Логика выбора прицела. У голографических прицелов низкая визуальная отдача. А у коллиматорных она выше. Соответственно, если у вашего оружия высокая отдача, вам будет куда комфортнее на нём играть с голографом. Ну а если у оружия низкая отдача, вы можете пользоваться всеми плюсами коллиматоров. Они занимают меньшую часть экрана, у них меньше точка и прочее. Однако не всё так однозначно и конечно же есть исключения. И потому, сразу же перейдём к следующей теме. Конкретные примеры оружия. Калибр 7.62. Самое популярное оружие на нём это АКМ, РД и МК-47. И тут такая интересная вещь, что та логика, которую я сказал вам ранее, тут не работает. То есть она работает, только если учесть, что цифры отдачи, которые нам показывает игра, это не абсолютная величина. А относительная, конкретно того оружия, на котором она указана. То есть 45 отдачи на АКМе, это не то же самое, что 45 отдачи на МК-47. Вы скажете, естественно, у них же скорострельность разная. А я вас разочарую, она тут ни при чём. У нас две сборки. МК-47 на 45 отдачи и АКМ на 46. Используем АКМ с дельтапоинтом. Видим, как его ведёт в разные стороны. Ну и голографический прицел. И честно сказать, с ним как-то проще стреляется. А теперь возьмём МК-47. Используем дельтапоинт. Чувствуете разницу? Прицел вообще никуда не ведёт. Хотя стрелять должно быть наоборот сложнее. Ведь скорострельность выше, и ощутимая отдача тоже должна быть выше. Но это не так. Так что перед тем, как продолжить, делаем такой вывод. Отдача – это относительная величина измерения. Где объектом, с которым ведётся сравнение, является оружие, состоящее в одной и той же линейке. То есть сравнивать можно только АКМ с АКМом. МК-47 с МК-47. Но если вам удобнее, можете просто думать, что некоторые пушки в этой игре сломаны. Что наверняка гораздо более правдиво. Но в итоге имеем такую картину. АКМ и РД приятнее использовать с голографом. МК-47 с коллиматором. У Пя-56 история такая. МДР и СКАР в принципе универсальны. Собирая их примерно на 55-60 отдачи, комфортно играть на любом прицеле. М4А1 на 31 отдачу комфортно играется с любым прицелом. А вот уже Рафлопушка на 53 отдачи без голографа не особо играбельна. Джейд-36 нормально себя чувствует как с коллиматором, так и с голографом. ВАЛ и ВСС отлично чувствуют себя только с голографом. Но есть ещё Ласточкин Хвост ОКП-7. Ранее я так и не рассказал вам про Ласточкин Хвост. Но если вкратце, они все ужасны, кроме ОКП-7. У 5.45 калашей такая же система, как и у М4. При использовании сборки на 40 отдачи, тот же Дальтапоинт отлично себя чувствует. А вот уже модели похуже. Не то чтобы неиграбельны с коллиматором, но с голографом лучше. 7.62 на 51. СР-25 и М1А прекрасно себя чувствуют с коллиматорами. А вот с РФБ вообще другая история. Когда начинаешь закликивать с коллиматора, сама пушка начинает постепенно подниматься таким образом, что перекрывается видимость. Голограф сам по себе больше, из-за чего синевой играть проще. У МП-7 высокая отдача, поэтому играй либо с мушки, либо с голографа. 9 на 19 очень низкая отдача, играй с чего хочешь. П-90 играбельно с любым прицелом. Сиг МСХ лучше играть с голографом. Настало время подводить итоги. И на самом деле уже сказано все, что можно было сказать. Но если ты досмотрел до этого момента и до сих пор не понял, что я вообще несу, то вкратце все примерно вот так. У голографа минимальная визуальная отдача, у коллиматора максимальная. Если у того оружия, которое ты используешь, высокая отдача, используй голограф. А если низкая, то коллиматор. Но нельзя оценивать высокая отдача или нет просто по циферкам. Нужно ориентироваться на то, какая она физически есть на самом деле. Если тебе интересна тема прицелов, можешь еще глянуть ролик про оптику. Сверху справа подсказочка. И на этом ролик заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Пока. Продолжение следует...